Добрый день! С вами программа «Качество жизни» Ямаяна Элементи. Беспокойство не устраняет завтрашних проблем, но забирает сегодняшний покой, гласит буддийская мудрость. Все мы это понимаем, но иногда никак не можем избавиться от тревожных мыслей. Как же это сделать сегодня об этом в нашей программе? Сегодня в нашей студии гость программы Татьяна Юрьева, заведующая кафедрой клинической и общей психологии ТГУ имени Державина. Татьяна, здравствуйте! Добрый день! Татьяна, сейчас в такое непростое время почти каждый житель нашей планеты требует к себе психологическую помощь. Вот как можно все-таки самим себе помочь, не привлекая специалистов? Начнем с того, откуда появляется тревога и какие сигналы тревоги мы должны знать, когда она уже переходит в опасную фазу. Тревога вызывает какие-то внешние события. Это могут быть происшествия реальные или могут быть, например, выпуски новостей. И при получении такой информации человек начинает тревожиться. Это проявляется прежде всего в организме. Возникает учащенное сердцебиение, дыхание становится более поверхностным, могут покраснеть кожные покровы. Это так называемая реакция стресса. Наш организм мобилизирует силы, чтобы бежать или активно действовать, защититься от опасности. То есть это проявляется сразу в теле, да? Да. Скажите, насколько это опасно? То есть развитие психосоматических заболеваний в дальнейшем возможно? Да, возможно, если не избавиться от этих чрезмерно тревожных состояний. Потому что, с одной стороны, тревога несет в себе позитивный смысл, поскольку она предупреждает нас об опасности. И мы стараемся предпринять какие-то действия, чтобы избежать этой опасности. Но когда уровень тревоги сохраняется постоянно высокий, то, как вы сказали, правильно могут возникнуть психосоматические заболевания, нарушения разного рода заболеваний. Например, гипертония является психосоматическим заболеванием. То есть даже так? Это не связано напрямую с кровообращением? Это может быть просто обычная психосоматика, да? С одной стороны, это связано с нарушением кровообращения, но давление поднимается в ответ на стресс, на высокий уровень тревоги. То есть каждый раз, как только человек волнуется, у него поднимается давление. Скажите, пожалуйста, где происходит сбой в системе? То есть гармоничный человек, который может управлять собой, наверняка он не попадет в зону риска. Вот где происходит эта грань? Когда восприятие обычной тревоги в уровне нормы преломляется и уже переходит в уровень страха, уже фобий. Значит, у него есть какие-то события в истории жизни, которые уже были для него травматичными. И вот новые события, похожие на те травматичные события, вызывают, конечно же, усиленную тревогу. У него уже был плохой опыт, и он боится, что это повторится. И вот тогда могут возникать такие продолжительные состояния тревоги, тревожные расстройства. В каких случаях уже стоит прибегать к медикаментозному лечению? И вообще стоит ли к нему прибегать? И можно ли предупредить вообще уже такую острую фазу? Ну, на этот вопрос я компетентно вам не могу ответить, поскольку медикаменты выписывают врачи. И в данном случае, если мы говорим о противотревожных препаратах, то психиатры, соответственно, нельзя самому себе делать такие назначения. Нужно обращаться к специалисту, терапевту, невропатологу или психиатру. Татьяна, скажите, пожалуйста, вы озвучили, что телевидение, радио, интернет, которые пестрят только очень негативной информацией совершенно. То есть на первой полосы выносится именно негативная информация. А как здесь быть? Человек так устроен, что он любит поглощать информацию. Как научить вот этой самой себе дисциплине фильтровать и не погружаться в негативные новости? Ну, во-первых, больше наблюдать за собой, замечать, когда у вас возникает тревожное состояние, когда учащается дыхание, когда вы чувствуете, что появились беспокойные навязчивые мысли. Соответственно, нужно такую информацию для себя блокировать, не смотреть такие выпуски новостей, такие передачи, поменьше читать новости в интернете. Ну вот скажите, пожалуйста, в данной ситуации с коронавирусом, да, очень много информации, погружающая, углубляющая, из чего он состоит, как он работает, вплоть, ну, чуть ли мы становимся все не учеными и начинаем понимать, как это устроено. Вот обычному человеку нужно это знать. По-моему, данная информация, более такая углубленная, еще больше повышает уровень тревоги. Так или нет? С одной стороны, так. Но надо отметить, что все мы находимся в новой реальности. Такого никогда раньше не было. И сейчас все население Земли, разных стран находится в стадии переживания кризиса, травматической ситуации. Может быть, в стадии горевания, что мир изменился, он не будет таким, как прежде. И нам нужно это принять. Те, у кого действительно острая ситуация в стране, это отмечают сейчас мои коллеги и отечественные, и зарубежные, они должны выразить свою тревогу, да, они должны узнать что-то об этой ситуации, поэтому они смотрят такие новости. И в этом случае человек должен пройти эту стадию, стадию принятия, стадию реакции на этот стресс и перейти в следующие стадии, когда он уже примет ситуацию и будет сам постепенно из нее выходить. Вот по данным Всемирной организации здравоохранения, 30% населения до этой ситуации имеет психологические, психосоматические заболевания. И именно поэтому количество психологов так выросло в 21 веке особенно и усиленно, я бы сказала бы. Сейчас, наверное, эти 30% гораздо уже увеличились до большого масштаба. Татьяна, что вы посоветуете в данной ситуации людям, которые находятся в самоизоляции, тем людям, которые сейчас ходят и продолжают работать дальше, да, и жить, и делать какие-то действия? Как не потерять в себе гармонию, спокойствие, не потерять радость к жизни? Как эти самые тревожные мысли, которые все время несутся в головах мам, пап, дедушек, бабушек, как прекратить этот поток? Здесь есть ряд упражнений, которые можно выполнять самостоятельно. Первый блок упражнений, они направлены на саморегуляцию, и это прежде всего дыхательные упражнения. Например, многие специалисты рекомендуют выполнять в тот момент, когда вы только заметили, что у вас появляется тревожное состояние, такой порядок дыхания. Вдох делает на 4 счета, а выдох на 8. Я хочу немножечко пояснить. Вот это относится к практикам медитации, к духовным практикам, которые раньше считались именно духовными практиками, да? Ну, можно сказать, это вот такой пока небольшой фрагмент. Это обычная техника, техника нормализации дыхания. Она способствует тому, что все процессы в организме стабилизируются, становятся более гармоничными, и, соответственно, человек успокаивается. Но сейчас это очень-очень популярно, именно эти дыхательные практики, потому что действительно, видимо, они приносят огромную пользу. Вы вот как психолог поддерживаете это? Да, я поддерживаю. У нас есть даже такое направление, когнитивно-поведенческая терапия. Вот сейчас есть третья волна когнитивно-поведенческой терапии, и они обратили внимание в том числе на духовные практики. Раньше они были зациклены больше на техниках изменения мыслей, сейчас они все внимание обратили на дыхательные практики, и у них есть такое целое движение. Mindfulness – это наполненное сознание, медитация осознанности. И мы можем выполнять ее каждый день. Достаточно просто успокоиться, сосредоточить свои мысли на своем дыхании, наблюдать, как происходит вдох и выдох, следить за тем, какие изменения происходят в организме, как поступает вдох, и как вы отпускаете дыхание, и выходит воздух, как движется живот. И вот такое внимание к своему дыханию, потом, может быть, внимание к окружающей обстановке, какие-то звуки, ощущения в теле, прикосновение к поверхности пола, кресла. Все это нужно осознать, сконцентрировать на этом свое внимание. И если вдруг у вас опять появляются тревожные, обычные, навязчивые мысли, нужно вновь переключиться на наблюдение за своим дыханием. И вот такие практики хорошо выполнять регулярно. Это занимает немного времени, 1-2 минуты в день, и результат потрясающий. Помимо того, что снижается тревожность, еще улучшается концентрация внимания, память. И может даже улучшиться сон. И, конечно, да, улучшается сон. Скажите, пожалуйста, сколько нужно по времени делать эти дыхательные упражнения, чтобы был эффект? Ну, я уже сказала, что достаточно от 1 минуты начинать до 5 минут каждый день. И в течение продолжительного времени многие рекомендуют практиковать это постоянно. То есть это можно делать в течение дня? В течение дня. Многим нравится утром, сразу после пробуждения. Сразу настроиться на что-то, да? Да, когда все еще дома спят, когда никто не беспокоит, можно вот такие техники практиковать. И тогда в момент тревоги, в момент появления каких-то стрессовых факторов вы будете готовы сохранить спокойствие. Скажите, пожалуйста, сейчас большинство людей замкнуты в пространстве домашнем. И не каждому, скорее всего, найдется уголок для этого. Вот как правильно поступить? Вы посоветовали бы не обидеть других членов семьи, чтобы мама или папа могли уединиться и настроиться? Ну, сейчас можно рассказать всем о своих мечтах, о своих желаниях. И попросить, чтобы вам разрешили 30 минут в день каждому члену семьи оставаться в одиночестве. Это очень важно. Мы не привыкли жить постоянно в таком режиме самоизоляции. Это для нас впервые. Сейчас важно каждому выделить 30 минут на себя. И я думаю, что все члены семьи могут с этим согласиться. Сейчас мы вместе с вами сделаем упражнение, как остановить тревогу и тревожные мысли. С чего начнем? Давайте начнем с упражнений из арт-терапии. Есть такое упражнение. Это рисование мандал. Мандала – это такой символ, символ круга. Он может иметь значение охранного талисмана. И сейчас эта практика активно используется в психологии, в психологическом консультировании, в арт-терапии. Здесь все просто. Можно скачать такой шаблон из интернета, можно нарисовать самому. Главное, чтобы размер круга был примерно как размер лица. Круг имел... А почему это так важно? Ну, это как бы отражение нашего состояния, отражение наших эмоций. Я хочу показать уже раскрашенную картину. Да, уже готовые варианты. И круг всегда центрированный. Кажется, что происходит в нем какое-то движение, орнамент абстрактный. Я вот поставлю рядом со своим лицом, чтобы было видно, что круг размером практически с лицом человека. Да, одинаковый размер. И вот здесь важно, раскрашивая его приятными цветами, сосредоточиться на этом процессе, выразить в нем или то состояние, которое у вас сейчас, или то, которое вы хотите, чтобы у вас было, и тогда это дает возможность успокоиться и, с одной стороны, перенести свою эмоцию на бумагу, с другой стороны, принять то состояние, которое изображено на рисунке. Ну, плюс работа с цветом еще как-то влияет на психику человека, да? Да, работа с цветом, работа с материалом. Желательно использовать для раскрашивания карандаши или пастель. Фломастеры, ручки не рекомендуется. А почему именно карандаши? Потому что здесь есть такой смысл, что можно исправить ситуацию, можно надавить сильнее, можно поменять цвета. С фломастерами и ручками не удается ничего изменить. Регулярное выполнение такого упражнения позволяет погрузиться в более спокойное состояние, изменить свои эмоции на более позитивные. И можно, наверное, включать какую-то приятную, спокойную музыку, может быть, с природными звуками. И здесь есть разные варианты, разные рисунки. Бывает, что кто-то берет один и выполняет его на протяжении недели, раскрашивая разным цветом. А бывает, что люди предпочитают разные рисунки, и все они несут определенный смысл. Какие-то придают нам активность, другие успокаивают. Еще другое упражнение, я сейчас переключусь на тех людей, которые любят больше конкретику, логику. Это упражнение из когнитивно-поведенческой терапии называется копинг-карточка. В тот момент, когда человек чувствует первые признаки тревожных мыслей, он должен обратить внимание, какие факторы указывают на то, что они появились. Например, учащенное дыхание, более поверхностное, и возникновение беспокоящих мыслей. Следующее, он должен определить для себя фразы, которые будут его успокаивать. Все хорошо, моя семья здорова, ситуация скоро изменится. Дальше, для того, чтобы легче справляться с этим тревожным состоянием, ему нужно найти копинг-действие, которое будет помогать ему. Копинг – это способ решения проблемы, совладания с ситуацией. Например, это лучше, чтобы были какие-то физические упражнения. Всегда легче переключиться от тревожных мыслей на ощущения в теле. И хорошо, если человек будет использовать или дыхательные практики, или, например, приседания, есть случаи, когда одна клиентка прыгала на прыгалках, на скакалках. И это ее успокаивало. И это ее успокаивало, да. И дальше следующее, что нужно сделать, вспомнить свои достижения, сказать себе, я горжусь собой. Например, я горжусь собой, что я воспитываю сына хорошо. Такие позиции, которые повышают самооценку, говорят о том, что вы сильный человек, вы уже справлялись с проблемными ситуациями. И дальше последнее. Нужно написать все это на карточки, повесить в видном месте. И в конце пятый пункт – это уже конкретная инструкция. Почувствовав учащенное дыхание, необходимо заняться физическими упражнениями. Все подготовить и развесить такие карточки, одну или несколько на видных местах в доме, чтобы в случае возникновения тревоги на них опираться и выполнять все это быстро и правильно. И здесь, помимо всего, будет плюс, что будет человек поддерживать себя в хорошей физической форме. Татьяна, спасибо вам огромное. Будем применять в практику. Пожалуйста. И есть еще одно упражнение. Оно называется направленное воображение. В тот момент, когда появляются тревожные мысли, нужно определить, где они находятся в теле. Как мы это делаем? Мы сканируем тело. Для этого надо расслабиться как-то? Нет, не нужно расслабиться. Нет, может, прямо появились тревожные мысли, и сразу нужно погрузиться внутрь себя, где они находятся. Где они у меня? Например, они у меня находятся в груди. Дальше мы должны выяснить, как они выглядят. Визуализировать образ. Какие они? Например, я себе представляю, что мои тревожные мысли выглядят как пластилин, как клякса из пластилина, и они такие фиолетовые, например. Вот. Необходимо это образ вынуть из себя и рассмотреть его со всех сторон. Иногда не получается вынуть его из себя, тогда можно представить его внутри и как бы переместить тело, и образ окажется на руке. Рассмотреть его со всех сторон. А дальше самое главное, нужно с помощью своего воображения его изменить, сделать так, чтобы он стал более спокойным. И, например, с пластилином мы можем представить, что у нас образ превращается в маленький серый шарик. То есть вот эта клякса такая страшная, неприятная, превращается в морской камушек. Морской камушек, да, переделали, и теперь обратно его возвращаем в то место, где была тревога. То есть вернуть его надо обратно, но уже в более спокойном, гармоничном состоянии. Потому что я уже говорила, что тревога нам нужна, нас защищает, и полностью от нее избавляться нецелесообразно. Вот. И после этого возвращаться в обычное состояние, и вы заметите, как дыхание стало более спокойным, ровным, и ваши мысли стали спокойнее. Каждый ли человек сможет справиться с таким заданием? Все-таки это связано как-то с визуализацией, да? Да. Это больше подходит для тех, у кого развито воображение, а вот упражнение, которое называется копинг-карточка, для тех, кто любит логически размышлять. То есть здесь для любого человека есть возможности рисовать, копинг-карточку делать и работать с визуализацией. Какие еще есть способы успокоения? Ну, способы успокоения могут быть самые обычные и простые, то, чем мы с вами все любим заниматься, наши хобби. Наше любимое дело, да? То есть вязание тоже может помочь? Вязание очень хорошо. Это мелкая моторика, одинаковые действия, оно очень успокаивает. Кого-то успокаивает прослушивание любимой музыки. Это тоже очень хорошо. Музыка благотворно влияет на психику. Татьяна, скажите, пожалуйста, ну а как с детьми быть? Понятно, что дети тревогу перенимают от взрослых, но тем не менее, бывают разные случаи. Как справляться с детской тревогой? С детской тревогой, прежде всего, нужно переключить внимание ребенка на что-то другое. Ребенок легко идет на это, он с удовольствием переключает свое внимание. И здесь, опять же, может быть рисование, да, такие же раскраски можно предложить ребенку. Можно ребенку предложить спокойные занятия с конструктором, которые тоже могут гармонизировать его состояние. И, конечно же, нужно прежде всего успокоиться самому, потому что ребенок все перенимает, копирует от родителей. Спасибо. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот как влияет правильное питание, здоровый образ жизни? Вот все психологи рекомендуют, как избавиться от тревожных мыслей. В одном из пунктов стоит правильное питание. Поясните, пожалуйста, почему правильное питание важно для нашего спокойствия? Потому что, например, переедание чрезмерное вызывает тяжесть, дискомфорт в теле. И человек может его интерпретировать как дискомфортное, тревожное состояние, недомогание. Соответственно, он уже чувствует себя плохо и пытается связать это с какими-то внешними факторами. И, с другой стороны, диеты, голодание, когда человек лишает себя пищи, это приводит тоже к сильным дискомфортным состояниям, истощению. Человек очень раздражительен и чрезмерно восприимчив к стрессам. Татьяна, вы можете рассказать о такой технике, техника наблюдателя? Вот ее тоже применяют для успокоения, для выхода из стресса. Как она работает? Техника наблюдателя используется во многих подходах, в частности в нейролингвистическом программировании часто практикуют. Еще называется эта позиция диссоциации. То есть мы должны посмотреть на ситуацию со стороны, увидеть себя со стороны. И тогда возникает меньше тревоги. Есть прием еще двойной диссоциации, когда человек видит себя. Он видит, что какое-то событие, которое сейчас происходит, показывает на экране, в кинотеатре. А сам он находится в будке киномеханика. Начинает себя ассоциировать. Он наоборот диссоциирует, и он видит все это со стороны спокойно. То есть как будто просто фильм. Ну и пусть фильм идет, я посмотрю, чем закончится, смогу его перемотать. И что-то при необходимости в своих воспоминаниях даже изменить. Вот скажите, люди, которые смотрят тревожные новости, почему появляется тревога? Они начинают себя, наоборот, ассоциировать с теми событиями, которые там происходят. Как уметь отключаться, отделять себя от происходящего на экране? Ну, то, что происходит сейчас при просмотре новостей, содержащих тревожные новости, это, так еще называется, вторичная травматизация. Тот человек сам не был в этой ситуации, но ему кажется, что он в нее погружен. И здесь это бывает не случайно, бывает, что с чем-то связано, его интерес, может быть, что-то уже происходило такое подобное в жизни или нет. В этом случае, если нет никаких показаний к тому, чтобы продолжать это смотреть, если ему эта информация, в принципе, больше не нужна, то здесь мы рекомендуем постоянно, постепенно сокращать время просмотра таких новостей и свести их к необходимому минимуму. Лучше просто читать новости в интернете или слушать их по радио, потому что визуальные образы, которые показывают в новостях, они часто пугающие, и они оставляют более сильное впечатление у человека. Поэтому нужно беречь себя и постепенно-постепенно снижать вот этот уровень стресса. Татьяна, часто психологи советуют идти контрмерами против стресса, а именно улыбаться через силу и техника благодарения. Расскажите, как это работает с нашим мозгом, с нашей психикой, с нашим телом? Почему это так полезно? Ну, это полезно, потому что наш организм, наше тело с одной стороны показывает наше внутреннее состояние, а с другой стороны, с помощью изменения своей осанки, выражения лица, мы можем изменить свое психологическое, психическое состояние. И поэтому, улыбаясь, человек воспроизводит привычную мимику улыбки, и поступает сигнал в мозг, что все хорошо, и меняется наше эмоциональное состояние. Сюда же относится техника благодарения, когда мы делаем акцент на том, что у нас было хорошего, что произошло за этот день, за неделю, и мы свое внимание обращаем не на негативные факторы, которые произошли, а на позитивные факты. И, например, пишем дневник благодарности. Пишем, я благодарен за то, что я научился работать в дистанционном формате, за то, что я освоил там новые технологии, за то, что я больше времени провожу со своей семьей, и мы сразу видим пользу нашего режима самоизоляции. Татьяна, спасибо огромное вам за ваши советы. Я уверена, что наши зрители будут их применять в дело. Спасибо. Спасибо. С вами была программа «Качество жизни». Я Майяна Эля Менти. Следите за своими мыслями и сохраняйте спокойствие в любой ситуации. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин